С нами на связи Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Ольга, здравствуйте, рада вам, как всегда, в нашем эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, если мы рассматриваем господина Пригожина, на самом деле, согласны ли вы с тем, что господина Пригожина можно назвать таким себе классическим олигархом Российской Федерации? Вы знаете, классических олигархов, в общем-то, не осталось. Они все, как олигархи, связаны полностью с Путиным, подконтрольны Путину. Берут деньги из бюджета, они не занимаются собственным бизнесом. Ну, какой бизнес у Пригожина? Бизнес у Пригожина кровь, война, и это все зависит на бюджет. Все равно получают деньги, собственно, на вагнер из школьных завтраков, по-любому. Его убрать из школьных завтраков, из поставок Министерства обороны, и нет Пригожина. То есть его очень легко выключить, но его не выключают, тем не менее. Его легко разорить, его легко убрать, но Путин этого не делает. Уточнение, как мне кажется, входит ли господин Пригожин в какой-то из пулов олигархов. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал интервью украинской агенции издания Forbes, всемирного издания, где говорил о нескольких группах людей, которые курируют олигархов. Вот такая система построена на территории Российской Федерации. И складывается впечатление, опять-таки, что господин Пригожин, он очень близок к Ковальчукам, либо же к одному из Ковальчуков, либо же Пригожин это такая себе фигура, которая может быть подконтрольна только, опять-таки, единственному человеку, Владимиру Путину. Нет, нет, Пригожин скорее подконтролен только Путину, и он продукт лично путинский. Он лично путинский, не знаю, такая, редкая такая собачка под мышкой, поскольку Ковальчуки — это старый очень клан, питерский клан, который очень близок к Путину. У одного из Ковальчуков, Юрия Ковальчука, работает, собственно, подруга Путина, Алина Кабаева, мать его детей, работает, возглавляет медиахолдинг. И, собственно, Пригожина можно включить и выключить телевизором, пропагандой именно Ковальчуками. А второй брат Ковальчуков, собственно, Михаил Ковальчук, он сейчас вошел только что в Совет Безопасности. И этот человек, хоть и академик, хоть и возглавляет Ковальчатский институт, он славится своей необыкновенной абсолютно даже для России дремучестью, даже для академика славится дремучестью. И когда вспоминают о Михаиле Ковальчуке, сразу вспоминают его предложение изобрести, построить искусственную матку, которая производила бы служивых людей для России. Но это такой персонаж был бы комический, если бы не трагедия, которая случилась с Россией, с Украиной и со всем миром. После того, как все эти академики пришли к власти, к Путину и так далее. Поэтому сейчас Пригожина выключает в том числе и усилиями братьев Ковальчуков. Но как его выключают? Его выключают, его шельмуют на информационных фронтах, он отбивается как может. А у него есть для того средства, то есть и фабрики троллей, и прокурорские телеграм-каналы. Очень многие, которые подконтрольны именно ему. Поэтому он свои позиции, в общем, свои пиар-позиции, свои административные позиции, свои политические позиции, он их охраняет, оберегает и, в общем, информационные бои, которые ведут гораздо, наверное, удачливее, чем бои в Бахмуте. Он, да, он сопротивляется, но я думаю, что его звезда сейчас закатилась. Она закатилась не навсегда, наверняка, не навсегда, поскольку у него остался огромный кусок власти влияния, и он никуда не делся из путинского окружения. Пока ему дают деньги, он там. Пока он не издан, он там. Но уже, конечно, для него звонки все неприятные прозвучали. Самое главное, что от него очень быстро отвернулся его так называемый союзник. Это было смешно, когда случился такой триумвират Суровикин, Кадыров и Пригожин. Сначала отвалился Суровикин, а теперь стремительно от него отказался Кадыров. И теперь у Пригожина нет союзников. И кругов враги, кругов враги. Министерство обороны врага, и, конечно, всеми этими заявлениями сначала очень агрессивными, с применением всей лагерной фразеологии. Потом такие заявления уже нынешние, февральские. Сначала очень вежливые, с поджатым хвостом. Дайте, пожалуйста, снарядов. Потом с еще большим наездом. То есть это все равно не решает Пригожинских проблем. Слава тебе, Господи. И чем больше Пригожина проблем, тем все-таки легче Украине, украинским бойцам стоять на фронте и наступать. Поэтому звезда-то закатывается. Но в любую секунду, к сожалению, он может воспрять. Хотя для этого нужно, чтобы пожатули сильно позиции Герасимова и Шойгу. А Герасимов, по крайней мере, сейчас, я бы сказала, в тренде. В не очень таком тренде, который бы, наверное, хотелось бы иметь модельным девушкам. То есть, ну, в общем, да, тебя еще держат, потому что больше не на кого заменить. А как только появится что-нибудь посвежее, непременно заменят. Я хотела бы еще поговорить о том, что наполняет бюджет, собственно, самого Пригожина за пределами Российской Федерации. Ведь у него есть определенные источники дохода, точнее, в тех же африканских странах, которые вредят, конечно же, местному населению, но которые в том числе и, возможно, также содействуют тому, что Российская Федерация укрепляет свои позиции в некоторых африканских странах. И сейчас мир, как мне кажется, все прицельнее обращает на это внимание. А как вы считаете, обратят ли внимание на самого Пригожина и его такие бизнесы? Ну, вы знаете, конечно, пригожинский бизнес в Африке волнует уже, мне кажется, у всех нормальных людей во всем мире, поскольку это, прежде всего, Центральная Африканская Республика, это Мали, откуда, я замечу, выводят войска свои европейцы, и французы, и немцы, и, по крайней мере, я знаю про немцев, что их очень волнует то, что Будда сфера уходит, а на его место приходит именно Пригожин, и делает это по просьбе правительства Мали. Все это, конечно, беспокоит и весь мир, потому что сейчас это уже не какая-то далекая африканская страна, которая не в топ-новостях, особенно по сравнению с событиями в Европе. Тем не менее, это действительно источник большого дохода Пригожина. И здесь его будет гораздо сложнее выключить, потому что здесь он представляет интересы не Российской Федерации, не какого-то клана, а он представляет интересы лично Путина, поскольку не то чтобы он продвигает интересы российской политики или российского бизнеса в воюющих странах, он занимается там именно наемничеством, разбоем, контролем за месторождениями, и пока он остается здесь очень большой силой, с которой раньше в России считались. Ну а теперь, конечно, какая Африка? Какая Африка? В Украине бы выжить. Я просто помню, как вы говорили в нашем эфире также, да, о господине Пригожине, что не ровен час, когда он и ЧВК Вагнер покинут просто линию фронта, перестанут быть важной частью, отправятся в Африку, там, где, в принципе, и ранее совершали антигуманные действия по отношению к местным жителям, по отношению к международному праву. Но не об этом сейчас. Вот хотим напомнить нашим зрителям об этом скандале, который сейчас есть между Пригожиным и Министерством обороны Российской Федерации. Он набирает оборотов, уже раскручен довольно сильно, и я не просто так говорю слово «раскручен». Пригожин обнародовал несколько посланий, претензий в адрес ведомства, то есть Минобороны, лично к главе Минобороны Сергея Шойгу, обвиняя их в том, что военные намеренно не поставляют воюющим против Украины подразделениям его компаний боеприпасы в нужном количестве, не помогает авиатранспортом в том числе. Пригожин оценил это как попытку уничтожить его структуры, приревнял такие действия к измене родине, опубликовал, кстати, буквально на днях фотографию даже погибших наемников. Далее короткая цитата, возвращаемся в эфир. Это одно из мест сбора погибших. Это парни, которые погибли вчера по причине снарядного голода, так называемого. Их должно было быть в пять раз меньше. Кто виноват в том, что они погибли? Виноваты те, кто должны были решить вопрос о снабжении нас достаточным количеством боеприпасов. Финальная подпись должна ставиться либо Герасимова, либо Шойгу. Ни один из них не хочет принимать решение. Почему не хочет? Объясняю. ЧВК «Вагнер» как бы не существует. Я, наверное, как журналист не должен говорить эту фразу, но все же наныл Пригожин в отношении боеприпасов. Сегодня его пресс-служба распространила заявление, комментарий. Сегодня в шесть утра сообщили, что начинается отгрузка боеприпасов. Вероятнее всего, поезд тронулся. Ну и продолжает господин Пригожин объяснение этой ситуации. Многим сказал спасибо. Ибо и обычным гражданам, и многое-многое другое актерская игра Пригожина на высочайшем уровне. Да только вам не кажется, что этот скандал более чем дутый? Ведь мы уже говорили о количестве финансов, которые господин Пригожин получал от своей деятельности в Африке. Финансов, которые получали компании, связанные с Пригожиным, от деятельности на территории Российской Федерации. Я имею в виду сообщение средств массовой информации о детском питании, на котором зарабатывают компании. И мне вспоминается информация в конце 2022 года, в декабре, о том, что ее распространили Соединенные Штаты Америки, о том, что ЧВК непосредственно сотрудничала с КНДР. В аспекте закупок боеприпасов тогда, понятное дело, в КНДР назвали ложными подобные сообщения. Но разве ЧВК Вагнер и Пригожин в обход Минобороны в связи Путина, как мы сегодня уже услышали от вас, не может лично договариваться с определенными государствами, такими же террористическими, как и Вагнер, как и Российская Федерация на нынешнем этапе развития своей истории. И, в принципе, этот скандал вообще не могло бы быть. Не видите ли тут фальш в этом скандале между Минобороны и Пригожиным? Ведь решение-то было уже раньше. Ну, разумеется. Мне вообще эти заявления Пригожина всегда ставят в тупик, поскольку есть логические ответы на вопросы, которые он ставит. Он говорит, что ему кажется, что ЧВК Вагнер вне закона и как-то так существует. Конечно, вне закона. Даже по российским законам, которым, в общем, позволено все, тем не менее, наемничество в России по-прежнему запрещено. А он это делает открыто. Это во-первых. Во-вторых, это все-таки частная военная компания. Ключевое слово «частная». У которого есть частные вертолеты с надписью на борту ЧВК, у которых есть оружие, которое где-то покупают. И как бы совершенно правильно заметили про Северную Корею, и как бы не отдрихлилась бы Северная Корея, все-таки нам показала американская разведка спутниковые снимки, согласно которым, в общем, какое-то оружие действительно, видимо, поступает ЧВК Вагнер. И, вряд ли, Северная Корея будет это делать бесплатно. Не самая богатая в мире страна. Но, кстати говоря, слава тебе Господи, не самое совершенное оружие. И почему это Министерство обороны обязано поставлять какие-то там снаряды и вооружения частной военной компании, которые вроде бы, по идее, не имеют никакого отношения к действующим российским законам. С какой стати? Если ты частная военная компания, сходи на рынок, купи снаряды. Его даже вооружение и вооружение обороны будто выпустили, которого сейчас не слышно, не видно, но я думаю, что это до времени до времени. Ну и, я думаю, что третий самый логичный вопрос. Ну какие снаряды, когда у тебя закончилась вербовка? Ты больше не вербуешь, не можешь привлекать никого к себе, не можешь вербовать вот эту вот дармовую пушечную массу. Все, у тебя на фронте осталось меньше 10 тысяч человек, и они действительно гибнут сотнями и тысячами каждую неделю, каждый день сотнями, каждую неделю тысячами. И, собственно, а кто будет воевать? Вот эту вот оставшуюся горстку, ну вот прислали тебе хорошо, прислали тебе с бантиком сколько там снарядов. Но ведь у тебя нет уже людей, у тебя уже нет людей и не будет. Подпитки в ЧВК Вагнер больше нет. И я думаю, что помимо личных обид, помимо амбиций, помимо политических интриг, есть просто иррациональное объяснение. Дружочек, ты вне закона, нужно купи. Ну и, собственно, и кто будет стрелять, то у тебя сколько осталось людей. Уж так довоевывай, вали. У меня такое ощущение, что речь как-то именно об этом. С другой стороны, вы сказали, вот эта конструкция, она выглядит довольно правдоподобно в отношении того, что ну есть ЧВК, сам закупай. Welcome. У тебя денег достаточно, в принципе. Наворовал в России и на смертях в Африке, ты более чем. Но исходя из заканчивающихся наемников частной военной компании Вагнер и людей, которых призвали, забрали из мест не столь отдаленных, может ли Пригожин в дальнейшем? По вашему мнению, как раз выполнять вот эту роль условного оружейного барона, который, кстати, снимали этот фильм, напомню, по мотивам жизни небезызвестного человека, которого в прошлом году вернули на территорию Российской Федерации. Давайте так, который также может успешно проводить контракты по закупкам боеприпасов для государства-террориста. То есть Пригожин в будущем может поменять свою роль с боевого вот этого вот человечка, командира, напосредника между Россией и условной КНДР, опять сегодня о ней вспоминаем. Россией не хочется в это верить, но Китая, например, Россией и Ираном, ну и другими странами, которые готовы помогать государству-агрессору вести свою неспровоцированную войну. Да, очень не хочется думать о том, что он найдет где-то другие рынки, не хочется думать ни об Иране, ни тем более о Китае. Но я думаю, что товарищ Си человек очень, так сказать, флексибл, и он будет стараться как можно дольше сидеть на всех стульях сразу и не участвовать непосредственно в войне, тем более что связываться с неким Пригожином, который сейчас все-таки ведет в основном все больше и больше все-таки пиар войны, потому что люди у него на фронте кончаются. И как раз я думаю, что очень долго еще Пригожин будет большой звездой на информационном пространстве, он будет делать самые разные интересные для широкой публики и для журналистов, конечно же, заявления, привлекая внимание к своей персоне. Но в реальности оскудела рука дающего, оскудела рука Путина не до того степени, чтобы его изгнать назад, этого джина из бутылки, загнать назад в бутылку и загнать его в Африку, где уже с ним можно разбираться международным сообществом. Тем не менее, тем не менее, он пока на плаву, но посмотрим, что будет дальше с этими поставками снарядов. Это поставка, которая случилась, за которую сегодня рано утром благодарил, ну так, благодарил небольшой книгсом Министерство обороны, Генштаб и весь российский народ. Я бы, конечно, так особо бы про народ не распиналась на его месте. Но посмотрим, насколько это поставка, последствия окрика Путина, распоряжения Путина, это плановая поставка, это поставка в стиле «отстань» или что это? Потому что от окрика Путина до «отстань» очень большая дистанция. Очень большая. Ольга, мы благодарим вас за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Напомню зрителям, что с нами на связи был директор фонда «Руссидящий» Ольга Евгеньевна Романова.